Так, пришла одна посылка. Мне сначала показалось, это чехол для моего телефона Xiaomi Redmi Note 4X. Но сейчас почему-то вдруг я подумал, что это не чехол для телефона, бамбер, а что это может быть так называемое защитное стекло. Я вот начинаю переживать, не помял ли его, когда ощупывал в надежде, что это чехол. Сейчас я подождите, вскрою. Может быть мне вскрыть здесь? Опа! Да нет! Это не стекло так называемое, а на самом деле чехол, чехол-бампер для Xiaomi Redmi Note 4X. Оценочку ему я оставлю, не оценочку, а сноску на данный чехол в относительно цены. Я оставлю в описании под видео. Ссылку на продавцов я не оставляю, потому что не занимаюсь рекламой, поэтому мне рекламировать какого-то конкретного продавца, вы сами понимаете, смысла нет. И вот давайте его посмотрим. Заказал я различные чехлы в тех или иных источниках. Думаю, может какой-то побыстрее придет, а другой не придет быстрее. И вот он такой чехол, чем напоминает по текстуре саму кожу. Посмотрите, здесь Auto Focus Ultimate Experience. Вот здесь надписи, не знаю, его видно. Auto Focus Ultimate Experience. Ну, такой неплохой. Здесь псевдопрошивка идет. Вот эти линии, как будто нитка прошита. Смотрим. Да, внутри такой. Не просто здесь еще плоский, я имею ввиду, а имеется какой-то рисунок треугольников, линии, которые в конце делают нам треугольники для обозрения. Так, в принципе, неплохо. Цену я на него оставлю в содержании. Сейчас принесу телефон и посмотрим, как все это выглядит. Сейчас открою сам телефон. Вот он у меня. И кладем его, укладываем в данный бампер. Ну, в принципе, все вошло нормально. Посмотрите. О, неплохо все выглядит. Супер. Мне нравится этот чехол. Ага, супер. Вот так телефон. Все кнопки разъема вошли. Здесь microUSB здесь. Смотрим с другой стороны. Да, вот здесь два разъема. Здесь разъем. Все нормально подошло. Ага, а здесь сами кнопки скрыты. Не скрыты, ну, скрыты самим чехлом. Вот что имеется ввиду. Прорезей у чехла в данной области нету. Раз, где качелька громкости и включения-выключения. Ну, в принципе, мне нормально. Нравится такой бампер. В руке лежит хорошо, удобно. Можно уже носить. Скоро придут закаленные стекла и мы их наклеим. Нормальный чехол. Мне нравится. Вот так он выглядит. Посмотрите. Дизайн неплохой. Хороший. Это не пластмасса твердая. У меня были подобные чехлы для Asus Zenfone 3-го Max. И вот эти чехлы были изготовлены из плотного пластика. Он такой негнущийся был, как этот бампер простой, силиконовый. И там вот у пластика здесь перемычки были. Они сломались почему-то, но не суть. А здесь так, в принципе, нормально. И такой закос под кожу имеется. Супер! Мне нравится. Так что, кстати, телефон мне пришел, наверное, дней двадцать тому назад. Дней двадцать. И я только пару раз его включал, потому что телефоны заказала, бампера, стекло. Вот это здесь защитное. Я не заказал, забыл, как говорится. Поэтому такая штука вышла. Да ладно, можно уже пользоваться телефоном. А стекло придет защитное. Мы наклеим. Здесь кнопка включения нормально работает. Нажмем. О, да, все, телефон включился. Кстати, уже собрался выкидывать коробку из-под пришедшего чехла для телефона. Заглянул вниз, а там такая беда лежала. Штукенция небольшого размера. Ну, мой палец средний. Вот она клеится на телефон. Якобы имеет напыление. Двадцать четыре каратное золото. Двадцать четыре каратный голд стикер, который защитит вас от электромагнитных волн. Своеобразный фильтр. Ну, конечно, не знаю, стоит этому верить. Нет. Во-первых, имеется ли там золото, хоть какая-то частица. А второй из правой защищает ли золото. Даже если это была бы золотая наклейка от электромагнитных волн. Кто его знает. Ну, в общем, такая штукенция. Посмотрите, куда можно наклеить. Да куда угодно. На компьютер, на телефон, на плеер, видимо, ауди-плеер. Так, тут надпись идет Бест. Вот так будет видно. Да, Бест. А над буквами Е и С короны. Я так понял. Да, Бест. Так, Пони Браун. В общем, такая штукенция. Двадцать четыре голд платтинг стикер. Платтинг, видимо, нанесение какое-то. Ну, не знаю. В общем, такая штукенция, которая нам говорит о том, что надо в чехлы, коробки с пришедшими чехлами или посылками заглядывать. Может быть, продавец, может быть, положил какой-то маленький подарочек.